Лишь 2% оставались в живых. Такой статистика по заболеваемости детским раком была на начало 90-х годов. Диагноз онкология был практически равен смерти. Сейчас ситуация изменилась кардинально. Благодаря развитию технологии спасти удается 90% детей. Причем не просто замедлить течение болезни, а полностью от нее избавиться. Врачи с уверенностью говорят, рак излечим. Если это нужна технологическая операция, ребенок направляется на оперативное лечение в центр. Если нужна лучевая терапия ребенка, то он тоже направляется в федеральный центр. Останули объем лечения, за исключением трансплантации костного мозга, дети получают у нас в полном объеме. Стоит отметить, что болезнь не является распространенной. На 100 тысяч детей в Рязанской области ей подвержены лишь 14. Однако в прошлом году цифра увеличилась в полтора раза, до 20 детей. Тем не менее, в обществе нет настороженности. Для повышения квалификации врачей и информирования родителей в научно-клиническом центре гематологии, онкологии и иммунологии провели круглый стол. Рассказали, что более чем 70% случаев к врачам приводят детей уже в тяжелом состоянии, на третьей или четвертой стадии рака, что существенно осложняет лечение. Структура онкологических заболеваний у детей, она резко отличается от взрослых. Если у взрослых более 70% это рак, рак легких, желудка, простаты и так далее, то у детей эти локализации практически не поражаются. Около 50% детского рака это лейкозы, это болезни крови. Еще около 10-15% лимфомы, это тоже заболевания крови. И примерно 20-25% это опухоли центральной нервной системы. Таким образом, симптомов проявления детской онкологии не так много. К ним относятся резкое похудение, тошнота, температура, бледность, снижение аппетита, причем на фоне отсутствия других заболеваний и при их длительном проявлении. Также к врачам необходимо обратиться при увеличении объемов живота ребенка. Таких кабинетов в городе два. Один находится в областной детской конструкционной поликлинике, второй находится у нас. У нас есть очень хорошая лаборатория, у нас есть хороший метод визуализации, кабинет УЗИ, замечательный рентген-кабинет. Все это позволяет сделать для того, чтобы диагноз мог быть посторонен как можно раньше ребенку с подозрением на онкологическое заболевание. Стоит отметить, что детский рак наиболее часто встречается у детей до 5 лет. Однако на качество лечения возраст не влияет. Победить болезнь можно. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город».